В Самаре прошел областной фестиваль-конкурс татарской культуры МИРАС. На сцену вышли дети и подростки со всего региона. В этом году фестиваль проходит уже в 22-й раз. В тонкостях национальной культуры разбирался наш корреспондент. Алимира Саитова в прошлом году стала лауреатом сразу нескольких конкурсов. Способность петь на двух языках дает в два раза больше возможностей. В репертуаре самая разная музыка. И желтые ботинки, и песни, сочиненные ее отцом, и, конечно, национальные татарские мотивы. Девчонка очень способная, быстро все схватывает, быстро поддается. В ней есть татарская кровь, и ей это нравится, потому что, если бы не нравилось, она бы не пела эти песни. В этом году число участников рекордное – 450 детей и подростков из городов и сел Самарской области. Это ученики музыкальных школ, детских школ искусств и студий при домах культуры. Главное условие участия – любовь к татарской культуре, а национальность может быть любой. Вот эти фестивали, во-первых, они как бы мотивируют и стимулируют детей, юношей, девушек. Они какую-то цель перед собой ставят, какие-то высоты завоевают, какое-то мастерство, квалификацию показывают и получают соответствующую награду. Поэтому их значение именно как стимула очень велико. Мираз – результат труда огромного количества людей. Его организаторы – Самарская областная татарская автономия и целый ряд общественных организаций. Фестиваль поддерживает Самарский дом дружбы народов, региональное министерство культуры, образования и науки, а также администрации города. Задача подобного рода фестивалей – объединять население. Ведь если ты не знаешь культуру народа, который живет рядом с тобой, как ты можешь его любить или не любить. И так узнавая культуру, люди лучше понимают друг друга. Наследие – именно так переводится с татарского слова «Мираз». Фестиваль начинался как конкурс детской песни на татарском. Сегодня он обрел универсальный формат – 9 номинаций. От художественного чтения до живописи. На десерт – национальная кухня. Здесь легко убедиться, что фирменное татарское блюдо – это не только чак-чак. Олег Зверев, Артем Устинов, Григорий Плешаков. События. Артем Устинов, Григорий Плешаков.